Битва торговцев. Странная ситуация создалась на торговой площадке перед магазином Айман, что на улице Ермекова. Индивидуальные предприниматели из небольших магазинов жалуются на своих конкурентов, которые торгуют на улице Сладков. Наши корреспонденты попытались разобраться в ситуации. С одной стороны, ситуация проста. У нас рыночные отношения, в которых выигрывает предприниматель, умеющий привлечь покупателя. То есть, поставивший менеджмент своего магазина на современную основу. Но, как могут конкурировать магазинчики, а их здесь три, с лоточницей? Оказывается, могут. Последняя просто отбивает покупателей у продавцов магазина. Вернее, покупатели не успевают дойти до дверей магазина, как уже отовариваются у продавщицы на улице. И разрешения у нее все есть, да и детей четверо, которых надо кормить. Ну, это к слову. У меня все есть разрешение. Это городской Акимат на возле Айман, улица Ермекова, 62. У меня и документы все есть. Все у меня законно, все. Кто хочет, туда идите, все. Индивидуальные предприниматели непримиримы в своей оценке. Что за закон такой? Как быть? У нас тоже есть дети, студенты, кредиты. Во-первых, я 23 года осталась без мужа. Рыночный антагонизм. Борьба за клиента, за прибыль. Так ли все просто? У нас проблема вот такая. Вот эти коммерсанты напротив нас стоят. Они только стоят летом. Они зимой не стоят, потому что холодно. Они перекупщики. У них никаких документов, ничего. У нас ИП, зарегистрирован налоговый. Все документы у нас в наличии. Мы платим налоги. Мы платим, снимаем в аренду вот это здание. Расходы у магазинчиков большие, а клиент не идет. Написали письмо в городской Акимат. Ответили. На улице торговать можно дачникам, продающими свой урожай. Но это же явно не сдачи фрукты и овощи. Государство поддерживает малый и средний бизнес. Вот только кто подходит под это определение? Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый, Карагандинский.